Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Износ канализационной системы в городе Рязани составляет 70%. Как маленькая беда вскрыла большую. 240 поддельных купюр выявили в 2018 году. Основные отличия настоящих денег от фальшивых. Огурцы, помидоры и капуста среди зимы. Что еще выращивают дети в эколого-биологическом центре? Секрет долголетия. Как дожить до векового юбилея? Канализационные воды текут по улицам города. В результате засора затопило гаражный кооператив. Ситуация эта, по словам местных жителей, происходит не впервые. Продолжение в нашем следующем сюжете. Вот так вот водоканал наш затапливает гаражи. Два гаража затоплены вместе с картошкой, яблоками и всем остальным. Теперь водители гаражного кооператива на улице Пугачева начинают свое утро с откапывания застрявших машин. Притом стараются они сделать это как можно быстрее, ведь образовавшаяся река – это фекалии. Русло образовавшейся реки легко заметить. По растаявшему снегу течет она от дома на улице Пугачевой семя до гаражей. Ситуация происходит не впервые. Текут нечистоты постоянно, а местные жители устали с этим бороться. Каждую неделю, вот три дня подряд они приезжали, воду сливали. Кто сливал? Водоканал. А в смысле сливал? Ну, они вот здесь вот прочищали, вот, а там вот сливалась вода. Учитывая, что там вот как слив идет, грязь, пакеты, туалетная бумага, все, что есть, все это в гаражи стекало. Мужчина сообщил, что продолжается это на протяжении семи лет. И городскую службу винят многие жители ближайших домов. Водоканал сказал, что сегодня ничего делать мы не будем. Нам наплевать на ваши гаражи. Приедем завтра, если сможем. Водоканале рассказали, что люди к ним действительно обращались. Вот только помочь не смогли. В выходной день не работают люди. Там только дежурная была бригада. А сегодня уже занялись с ними вплотную. То есть, получается, когда выходной, людям просто ничего не остается, как вот жить с этим. Нет, зря вот так говорить. У нас дежурная бригада. Она выезжает и прочищает. Я вам еще раз говорю, вчера они выезжали, но не смогли пробить. Был очень сильный засор. Бригада работает в настоящий момент, промывает канализацию. Правда, надолго ли это поможет? Местные жители рассказали, что канализационные стойки попали и в подвал дома 7А по улице Пугачева. В доме там такой пар вообще все текет. Ничего не... То есть, это все и в дом идет? Ну да, вы зайдите, посмотрите, там что творится. Ведущий инженер водоканала говорит, что это уже проблема управляющей компанией. Видимо, система в доме не герметичная. А вот по поводу канализации он ответил просто. Надо уметь ею пользоваться. И говорит, жильцы постоянно сбрасывают туда газеты, пакеты и тряпки. Да и сама канализационная система уже порядком изношена. Канализация тогда была бесхозная. Это же было общежитие. На баланс ее приняли в бесхозном состоянии два года назад. И то было распоряжение в администрации города. А как-то планируется исправлять вот эти вот проблемы с канализацией? Деньги будут, да. И будут ее перекладывать. У нас в одном районе 70% износ на 250 километров сети. Ну вот, ответьте на этот вопрос. Сами попробуйте. Сможно заменить все эти сети, 250 километров, ну хотя бы за 10 дней, лет? А в каком это районе? Это только Октябрьский. Алексей рассказал, что примерно такой же износ и у других канализационных сетей по городу. По словам ведущего инженера, решение этой проблемы упирается в бюджет и время. А пока каждый серьезный засор будет сопровождаться реками фекалий. Мужчина уточнил, что эксплуатация канализационных сетей зависит и от самих людей. Получается, что при должном использовании остается только ждать, когда сами трубы просто придут в негодность. Валерий Седов, Сергей Данилин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Фальшивых денег стало меньше. Число поддельных купюр уменьшилось на 16%. В прошлом году их было выявлено более 240 штук. Самой популярной остается купюра пятитысячная. Как не стать жертвой обмана и самостоятельно определить фальшивку, расскажет Галина Кудряшова. Обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра на территории Рязанской области. Однако фальшивка пока плохая. Отличить ее от настоящей несложно. Для этого нужно проверить любые три защитных признака. Один из них – водяной знак. Многотоновый и филигрань. То есть многотоновый переход цвета идет от темных участков к светлым плавным. Филигрань – это ярко-контрастно-светлый водяной знак. То есть мы, если смотрим на просвет, на водяной знак, мы видим ярко-белое такое изображение. Как бы на подделках такого нет. Рядом находится изображение моста и солнца. При покачивании банкноты по ним движется яркое желтое кольцо. Другим простым признаком подлинности является серая область слева. На ней есть надпись «Россия». Под углом она превращается в цифры 2000, которые при повороте на 180 градусов меняют цвет. Стоит отметить, что чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. На них приходится 70% всех фальшивок. Защитная нить ныряющего вида, выходящая на лицевую сторону в виде витражного окна. С изображением номинала 5000 и тоже при наклоне банкноты мы видим движение цифр друг относительно друга. Слева под номиналом купюры заметна серая область. Внизу она затемнена. В ней видны три радужных полоски. Под наклоном такие же полоски без прерывания появляются и на светлом участке. Под гербом справа на лицевой стороне мы видим микроперфорацию изображения номинала в виде мелких точек. То есть никакой шероховатости у банкноты быть не должно в этом месте. То есть вот на подделках мы можем увидеть шероховатость на оборотной стороне. Стоит отметить, что если купюра вызывает сомнения, то обязательно нужно проверить хотя бы три степени защиты прямо на месте. Фальшивку сдайте в полицию, а сомнительную отнесите в любой банк для экспертизы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Число преступлений в регионе сократилось на 2% по сравнению с прошлым годом. Эти данные привели на расширенном заседании коллегии в МВД России по Рязанской области. Наиболее серьезного снижения показателей удалось достичь в части уголовных правонарушений. Так, более чем на 23% уменьшилось число убийств, на 14% фактов умышленного причинения тяжкого и на 7,5% средней тяжести вреда здоровью. На 20% сократилось число грабежей. По данным ведомства в общей сложности, за 2018 год было зарегистрировано более 9300 преступлений. Сим-карты без документов продавали на Михайловском шоссе. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Подробности далее. Паспорт не нужен, абонентский договор не составлен. В обычной продуктовой палатке на Михайловском шоссе незаконно продавали сим-карты. Их предлагали по символической цене. При этом договор с оператором сотовой связи заключен не был. Так называемые серые сим-карты нередко используют лица, занимающиеся мошенничеством, сбытом наркотиков и другими видами криминальной деятельности. Поэтому пресечение нелегальной торговли сим-картами помогает предотвратить многие тяжкие и особо тяжкие преступления. В этот раз оперативники изъяли 37 стартовых пакетов для подключения различных услуг связи. Составлен административный протокол по статье 13.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на физических лиц в размере до 5000 рублей и на юридических лиц в размере до 200 тысяч рублей. Отметим, что операцию совместно провели полицейские и специалисты управления Роскомнадзора по Рязанской области. Потребительская корзина может подорожать на 30%. В нее предложили добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц. Соответствующее предложение направил в Минтруд, в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. В то же время специалисты рекомендовали сократить в корзине количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли. Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы на 16%. Творога и яиц на 14%, птицы на 11%. Также эксперты просят добавить на 17% больше овощей и фруктов. По словам специалистов, диетологи обеспокоены увеличением числа россиян, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения. Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году. Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал президент Национальной торговой ассоциации. Он отметил, что специалисты хотят увеличить объемы самых дорогостоящих товаров. При этом стоимость корзины будет колебаться в зависимости от региона. Самой дорогой она будет на севере страны. Десятки растений на паре квадратных метров. В Рязанском эколого-биологическом центре на занятиях выращивают огурцы, помидоры, цветы. Небольшую теплицу разместили в одном из классов. Чем она уникальна, расскажем далее. Гроу-бокс появился в эколого-биологическом центре недавно. Он занимает всего несколько квадратных метров, а растут здесь порядка 50 разных растений. Биологи зимой собирают уже второй урожай огурцов, вырастили гиацинты и клубнику из семян. Сходы зашли, и мы ее уже пересадили в эту гидропонику, в такие горшочки. И здесь она у нас будет расти до нужного размера. В эколого-биологическом центре появилась и новая агротехнологическая лаборатория. Здесь исследуют состав семян и растений и влияние удобрений на них. Наливаем 10 мл. Как нам отмерить? Кто мне скажет 10 мл? Получилось. Вот молодец, да. При помощи вот этой мерной проверочки отливаем 10 мл. В соседнем классе проводится биоэкологическое исследование. Изображение с микроскопа передается прямо в ноутбук. Покровы белка пропитаны липопротеином. Липожир, протеин, белок. Почему именно жир, мы тоже с вами проговорили. Потому что предохраняет от высыхания. Жир – это вещество, которое этому способствует. А вот для студентов занятия проходят на улице. Их учат определять возраст деревьев, рассчитывать, сколько в них полезной древесины, находить шишки с семенами. В шишках нового урожая все чешуйки, все закрыты. Вот она, она закрытая шишка. Это здоровая, хорошая шишка. Вот эта шишка, она уже прошлогодняя, потому что она раскрыта. И все семена из нее уже, вот смотрите, здесь семян в ней уже нет. То есть она не годная ни для чего. В это же время семиклассники проводят опыты с удобрениями. После изучения их влияния на растения создают питательную смесь и запускают ее в гидропонные и аэропонные установки. Вырастить можно цветы для создания флорариумов, а также фрукты и овощи. Проводят сорты испытаний картофеля, например. Как картофель реагирует вообще на гидропонику? Можно ли его выращивать в минеральной вате? И различные вот такие интересные, опять же, исследования, например, полный цикл развития клубники и земляники от семян до взрослого растения, до плодоношения. В центре надеются, что многим школьникам кружки помогут с пользой провести время, а также определиться с будущей профессией. Дина Исляева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Продолжительность жизни в России с каждым годом растет. Это отмечают и в нашем регионе. Увеличилось количество долгожителей. Одни специалисты уверены, что все благодаря уровню жизни. Другие опираются на развитие медицины. Третьи уверены, что люди, которые подходят к порогу 90-летия, вели здоровый образ жизни. В теме разбиралась Мария Рудая. Старость может быть в радость. Это доказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Давыдкин. Ему 91 год. Его жизнелюбию и позитивному настрою могут позавидовать представители молодого поколения. А между тем он видел голод, холод и ужасы войны. В 44-м Александр попал на фронт. Местом его службы стал крейсер Максим Горький. На нем ветеран и дошел до Кёнигсберга. Военный моряк на вопрос о секрете долголетия отвечает. Секрета нет. Но даже во время интервью Александр Давыдкин в движении. Я, например, считаю, что флотская закалка дала мне все эти силы. Дисциплина, в первую очередь, должна быть у человека. И выполнять то, что необходимо только. Ну и быть, соответственно, порядочным. Вместе с супругой Александр идет по жизни уже 64 года. Они очень любят собак. И полгода назад у них появился карликовый пинчер Максик. Они дарят ему свое тепло, а он им радость. Работа, путешествия. В былые годы Александр на своей копейке проехал почти весь Советский Союз. И, конечно, дача. Они до сих пор с женой живут там все лето. До самых холодов ухаживают за участком в 6 соток. Сажал, начиная от горошка и кончая свеклой. Все, сажал сам. Ну, до сих пор я занимаюсь огородом. Правда, ничего не сажаю. Сажаю только 10 помидорчиков, 5 огурчиков, ну там салатик. Александр видел смерть, поэтому научился любить жизнь. И молодежи советуют отказаться от вредных привычек и радоваться каждому новому днем. По словам врача-гириатра Светланы Дембицкой, практически все их пациенты имеют такой же позитивный настрой. А это играет не последнюю роль даже в лечении самых тяжелых заболеваний. Люди, которые более ведут себя как бы вот открыто, позитивно, оптимистично смотрят на жизнь, у них и показатели жизни намного всегда лучше. Наши прогнозы, лечение каких-то заболеваний, у них проходит все это довольно-таки хорошо. Специалисты уверяют, в России увеличилось количество долгожителей. Светлана это подтверждает на примере своих пациентов. Возраст многих уже более 80 лет. Сама же она уверена, в нашей стране вполне возможно добиться продолжительности жизни 90+. Для этого есть все необходимое – медицина, квалифицированные специалисты и уровень жизни. Да и новейшие разработки помогают пенсионерам значительно улучшить самочувствие. Это аппарат называется стабил-тренажер СС-150. Он предназначен для диагностики и лечения центральной нервной системы. Противопоказаний для проведения данных работы практически нет. По словам врачей, также необходимо следить за своим питанием, здоровьем и быть востребованными. Не менее важны умеренные физические нагрузки и когнитивные тренинги, такие как разгадывание кроссфордов и чтение стихов. А некоторые пациенты начинают учить иностранные языки, только выйдя на пенсию. Даже лиц старше 80 лет, есть такие пациенты, которые прислушаются к нашим рекомендациям и начинают изучать английский язык. И в принципе у них есть успехи определенные. Конечно, полностью победить возрастные болезни вряд ли получится, но вполне возможно изменить образ жизни и свести последствия недугов к минимуму. А своевременная диагностика реально продлила жизнь уже миллионам людей. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Открытием клуба интеллектуальных игр отметили в РязГМУ «День студента». 26 команд от первого до пятого курса собрались, чтобы сыграть в «Что, где, когда». Как прошел первый тур, расскажет Дина Ислеева. В игре «Что, где, когда» строгие правила на обсуждении вопроса дается всего минута. Гаджетами пользоваться нельзя, на столах только ручки и бумага. Последние секунды перед началом и звучит первый вопрос. Лев созывает совет, чтобы зачитать зверям письмо от Икса. «Большое количество зверей верят этому письму. Однако некоторые, например, единорог, не поверили. Назовите Икса». «Почему единорог не поверил? Все поверили. Правильный ответ – но и те звери, которые не поверили ему и не пришли на ковчег, не смогли спастись. После 12 вопросов перерыв с музыкальной паузой. Как в телевизионной игре со сцены звучит саксофон, команды подводят промежуточные итоги. «Впечатления праздника, радости, очень интересные вопросы. И, в принципе, ответы лежат на поверхности. Стоит только немножко включить смекалку и логику». «Впечатления, как всегда, прекрасные. Вопросы сложные. Есть вопросы с подвохами, естественно. Очень интересно играть. Очень приятно, что много людей в этот раз». Клуб интеллектуальных игр появился в Рязгому. В этом году принимают в него всех желающих, независимо от курса и факультета. «Было много сподвижников, так как все заинтересованы в данной игре. И все очень ждали этой игры. Поэтому нам было не очень сложно. Тем более, что в основном в организаторах те, кто играл что, где, когда. Поэтому составить вопросы, составить правильный регламент нам было очень просто». Пока идет отбор. Игра в день студента – первый тур. Победители будут соревноваться дальше, чтобы выбрать сильнейший состав. Лучшая команда получит не только призы от спонсоров. «Возможность представлять наш университет на более высоком уровне, потому что интеллектуальные игры в последнее время набирают достаточно большую популярность и проводятся межрегиональные, а также всероссийские соревнования по интеллектуальному играм». Выступая на открытии, проректор по лечебной и воспитательной работе Галина Артемьева отметила у Клуба интеллектуальных игр большое будущее. «Мне хочется надеяться, что Клуб интеллектуальных игр будет развиваться и будут формироваться и другие площадки, иные площадки. У нас уже заявилась дескассионная площадка, но и у студентов нет предела фантазии, поэтому что-то придумайте вы еще. Я желаю вам креативных идей». Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте. «Город62.тв» и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok